Сессия крымских парламентариев началась традиционно с правительственного часа. Как и предполагалось, на нем выступил министр здравоохранения Крыма, подробно рассказал о состоянии медицины на полуострове. Укомплектованность больниц специалистами – это одна из главных задач, которые необходимо решить. Есть и другие проблемы в области здравоохранения. Сейчас на лекарственном обеспечении у нас есть две категории – федеральных льгот и региональных. Я не говорю о том, что в больницах все лечение бесплатно, лекарственным обеспечиваются все больные в стационаре. Количество федеральных льготников у нас составляет 73 тысячи человек из 136, которые имели право на эту льготу. Это тоже является нашей проблемой, потому что многие отказываются от льготы федеральной и автоматически попадают в региональную льготу. Из зала вопрос к министру о качестве обслуживания в больницах, на что он ответил – врачи обязаны оказывать помощь на высшем уровне. А чтобы улучшить материально-техническую базу, необходимо 17,5 миллиардов рублей, подчеркнул Александр Галенко. Здесь никто не спорит, что надо все больницы ремонтировать и приводить все в соответствии. Очень важно найти способы и решения поднятия общего уровня медицинского обслуживания. Это не так просто. Мы понимаем, что это не просто численность врачей и не просто штатная численность. Это специалисты, которые должны быть достаточно мотивированы, иметь опыт. И тогда можно говорить о каком-то качестве. Следующие вопросы, которые вынесли на обсуждение правительственного часа – проблемы судакского региона. Сегодня, кстати, впервые в парламенте официально прошел День Судака. Ознакомившись с жизнью этой части полуострова, власти сделали выводы. В частности, необходимо проведение капитального ремонта дороги «Судак-Новый свет», газоснабжение села Богатовка, развитие программы «Великий шелковый путь» и строительство нового спортивного комплекса. Эти вопросы Владимир Константинов поручил рассмотреть профильным комитетом и министерством. Встречались с жителями, с избирателями, определили проблемные вопросы, которые требуют решения. Во-вторых, обсудили с главой республики Сергеем Валерьевичем пути практические шаги по реализации этих проблем. Третьих, комитеты государственного совета обсудили совместно с депутатами Судакского городского совета на своих заседаниях предложения судакчан, имеющие ключевое значение для региона. И итогом этой совместной работы стала подготовка к проекту постановления государственного совета, который предлагается для принятия решения. Исключили из повестки дня депутаты один из особо значимых для республики вопросов, связанный с протестом исполняющего обязанности прокурора Крыма Андрея Фомина на документ, который до 1 февраля 2017-го вводился мораторий на регистрацию сделок с недвижимостью в 100-метровой зоне. Владимир Константинов сказал, что нужно дождаться реакции Министерства экономического развития Российской Федерации на повторный запрос профильного парламентского комитета. Во втором чтении приняли решение увеличить суммы штрафов для стихийщиков. Так, минимальный размер за торговлю в неустановленных местах превысит 2000 рублей. Это было инициировано администрацией крымской столицы с целью ужесточить наказание за несанкционированную торговлю. Также крымские депутаты приняли проект закона, который позволит вернуть военнослужащим невыплаченные пенсии за 2014 год. Кроме этого, на сессии депутатам представили нового министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина. Его цели – развитие животноводства, освоение земель сельских территорий, решение вопроса орошения и водоснабжения, а также подготовка стратегии развития отрасли.